Вот такие грубики. Здесь просто шпаклянули, на лестнице бухали. Обратите внимание, что будут видеть ваши дети. Грязь, разруха и нищета. Почему не делать качественно, мне, честно говоря, непонятно. Убогие заборы, вот это хороший показатель того, вынуждены ставить свои автомобили. Внимательно смотрите на фасад. А из-за того, что так качественно сделали, а качество от застройщика, обратите внимание, что очень печальный. Каждый день буря песчаная. Для чего они? От кого они? Здесь получится второй город. Убитый, доломанный шкаф. Убогое творение застройщика. То было бы намного удобнее, практичнее. О, смотрите, как полетел красиво. Шикарнейший двор. Оставляет желать лучшего. Можно остаться без велосипеда. Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. Сейчас мы с вами находимся в Красногвардейском районе города Санкт-Петербурга. И я вам покажу самые недорогие новостройки с городской пропиской. Итак, встречаем. Жилой комплекс «Цветной город». О комплексе я подробно рассказал в своем видео. Оставлю ссылку в описании к этому видео, чтобы вам было удобно перейти и посмотреть. Сегодня мы с вами прогуляемся по комплексу, посмотрим территорию, посмотрим новостройки и поговорим. На данный момент здесь самые недорогие квартиры с чистовой отделкой, городской пропиской. Однокомнатная квартира стоит от 4 миллионов 800 тысяч рублей. Ближайшие конкуренты – это жилые комплексы «Ручьи», «Приневский» и «Живи в Рыбацком». Обзоры всех этих новостроек есть на моем канале. Оставил ссылку в описании к этому видео, чтобы вам было удобно перейти и посмотреть. Вон, рабочие видны. Мокрый фасад. Окрашивают, наверное. Давайте вместе с вами рассмотрим приобретение однокомнатной квартиры в ипотеку от застройщика и от людей. Итак, давайте вместе с вами рассмотрим приобретение однокомнатной квартиры в ипотеку на 30 лет, приобретя ее от застройщика, либо, соответственно, от людей. Итак, приобретая квартиру в новостройке от застройщика, у нас есть с вами базовая ипотека с господдержкой от 11,7% годовых. Если мы покупаем квартиру в новостройке от людей, то есть от физлиц, то здесь уже ставка будет от 16,9% годовых. Ежемесячный платеж по ипотеке с господдержкой составит 38 774 рубля. У людей 55 345 рублей, что на 16 571 рубль больше будет ежемесячный платеж, нежели если вы приобретете квартиру у застройщика с господдержкой 2022. За весь срок ипотеки переплата по господдержке составит 10 123 757 рублей. При покупке у людей 14 453 071 рубль, что на 4 329 314 рублей будет больше, нежели если вы приобретете квартиру у застройщика. То есть вы, друзья, должны понимать, какой должен быть дисконт при приобретении квартиры от людей, чтобы вам было выгодно. Всегда нужно считать, считать разные варианты. Покупки новостройки в ипотеку, покупка вторичного жилья в ипотеку, рассматривать различные варианты. Нужна, друзья, помощь с недвижимостью, обращайтесь. Впереди мы видим с вами детский садик, который застройщик сдал в прошлом году, в 2021. И вот смотрите, какая вокруг территория. Здесь у нас коммерция с паркингом. Здесь есть хотя бы какое-то поле, где можно погулять с собаками. И первое, что я не вижу, деревьев. Здесь даже кустов практически нет. Обратите внимание, что стало с газонами. То есть места, где были сугробы, все в грязище. Это, соответственно, все нужно убирать. Более-менее какая-то из детская площадка с набивным покрытием, с резиновым покрытием. Но, конечно, такой внешний вид, конечно, не супер. Но хотя бы что-то есть. И намного интереснее, нежели чем было то, что сдали в первую очередь. Вот там слева эти дома находятся. Я думаю, мы тоже туда пройдем и все, друзья, посмотрим. Входные группы здесь в уровень землей. Здесь есть скамейка, урна, парковка для велотранспорта. Но, понятно, здесь никто не оставляет, потому что можно остаться без велосипеда и всего остального, что здесь паркуешь. Обратите внимание, есть даже гамак. Кстати, вот это все российского производства, который очень хорошо подражает европейскому производителю. На самом деле, ребята, молодцы, потому что внешний вид намного приятнее, нежели чем это делает, к примеру, производитель Ксил. У него самое, похоже, недорогое оборудование для детских и спортивных площадок, и поэтому его все приобретают. Так, и вот чтобы не быть голословным, но тоже, да, вот смотрите, вот спортивные какие-то есть, ходилки всякие, тут для маленьких детей. Ну, мало, мало для такого огромного массива, жилого массива этого мало. Ну, вот эта штука зачет, по ней прикольно полазать. Так, правила эксплуатации, изготовитель красивый город в Питере делают. Ну, и, соответственно, да, инструкция где, чего, что и как. Давайте пройдем, посмотрим. Вон уже родители вышли с детьми погулять. Ну, конечно, смотрите, построили дом, сдали, здесь живут люди, здесь постоянно стройка, пыль, все летит в окна. Конечно, это не есть хорошо и не очень, в принципе, хорошо, как хотелось бы. Здесь есть какой-то кустарник, ну, он такой, знаете, он тут все покосилось. Управляющая компания не особо это все нормально обслуживает, большая куча мусора, ну, все как-то не особо сделано для людей. Вот открытые такие лодочки стоят, куда выбрасывают люди мусор. Вон еще снег остался, может быть, он, кстати, до весны будет таять. Внешний вид, конечно, вот видите, собрали, не выбросили, оставляет желать лучшего. Вот видите, как люди ходят, им удобно идти вот туда, и они идут. Они идут по дорожкам, которые здесь делал застройщик. Наверное, когда смотришь сверху, все это красиво, особенно вот этот мусор, который здесь давно уже видно. Может быть, он тоже здесь и перезимовал, или со стройки прилетел. Потому что со стройки, понятно, конечно, летит очень много, особенно, когда дует сильный ветер, различная упаковка, и все остальное улетает. Вот здесь, друзья, можно обратить внимание, что вот это уже сданный участок, сюда однозначно заезжал какой-то трактор, убил газон, все вот так и оставили. Ну, потом сделают, естественно, за ваш счет. Еще один детский садик, его еще не сдали. Ну, с деревьями, кстати, возможно, понятно, почему здесь нет деревьев, потому что вокруг еще остался лесной массив, который не успели... О, смотрите, как полетел красиво. Лети, лети, красавчик. Вот так это все и летает. На стройке мы видим достаточно, ну, небольшое, я бы сказал, количество стройматериалов, учитывая высотность этих домов. И сейчас давайте мы с вами внимательно рассмотрим и поговорим про технологию строительства. Итак, друзья, фасадные панели, вот они. Ну-ка, давайте увеличим вот так. Вот эти, видите, прямоугольники, это фасадные панели. Толщина их либо 12 сантиметров, либо 16, в зависимости от проекта. Толщина перекрытий 16 сантиметров. Все держится на сварке. Вот видите, есть такие закладные, обратите внимание, что по краям плит есть такие квадратики. Вот их обварили, приварили плиты друг к другу, вот и весь ваш дом. Потом сверху приклеивают базальтовый утеплитель, вот он, видите, зеленоватый. Потом это штукатурят, накладывают специальную сетку, еще раз штукатурят и окрашивают. Красить можно, естественно, в разные цвета. Вот получается вот такой, ну, ровно его тяжело назвать, потому что из-за солнца вот сейчас так хорошо падает, что видно всю эту кривизну. А вот застройщик это называет технологией бесшовного домостроения. И это, кстати, название не застройщика, это придумали маркетологи, потому что, знаете, ну, как-то обидно сказать, что да, мы строим дешевые панельные дома. Они же так не могут сказать, поэтому они обозвали это комфорт и назвали это бесшовной технологией. Внешне это бесшовно, а внутри это куча швов. И здесь уже есть дома, где давно трещат они по швам. Туда мы сейчас тоже, думаю, пройдем, и я вам это все покажу. Огромная куча мусора. Понятно, это все летит со стройплощадки. Ну, вот здесь, видите, тоже то ли на машинах ездили. Вот, видите, здесь вообще приезжают, стоят на строителей, не знаю, кто это люди, прямо на тротуаре, потому что с парковкой здесь все достаточно плохо. Выгул собак запрещен везде, где с ними гулять, непонятно. Скорее всего, на поле, где нет таблички. Но здесь, видите, тоже все скудно. Недорогие фонари с сеткой, чтобы вандалы сюда ничего не клеили, не били. Ну, и ни одного деревца. Как-то все это не очень. Слушайте звук. Вот эта штукатурка, под ней, соответственно, сетка, вернее, краска и базальтовый утеплитель. За счет вот как раз базальтового утеплителя дома теплые, и летом должно быть в них прохладно. Но здесь, конечно, толщина стены говорит о многом. Совсем недавно вышло мое видео про панельные дома в Великом Новгороде, где фасадная стена 40 сантиметров, перекрытие в 23 сантиметров и стены к соседям в 16 сантиметров. А дома всего лишь в 9 этажей. Вот, как говорится, друзья, почувствуйте разницу. Входная группа. Здесь все в уровень с землей. Система допуска. Есть указатель номер подъезда. Но, видите, здесь плохо, что подъезд номер один мелко написано. Надо было вот здесь как-то хотя бы пленкой наклеить. Было бы лучше. Заходим. Здесь у нас тамбур. Есть ограничители двери. Есть почтовые ящики. Здравствуйте. Есть колясочная шикарная лестница. Когда у вас есть дети и вы живете на первом этаже, туда очень удобно затаскивать коляску с ребенком сюда наверх. Непонятно, почему не сделать сразу нормальную безбарьерную среду, чтобы можно было просто заехать и зачем вот это все городить. По мне как-то это бестолково. Либо надо делать лифтовой холл, где лифт поднимается именно на этот первый этаж. Вон, видите, большое количество должников. Лифтовой холл. Здесь достаточно все прилично. Во-первых, высота потолка гриля дает о себе знать. Светодиодное освещение. И плитка на стенах. Вот за это, спасибо, смотрится все неплохо. И, скорее всего, это у нас отис. Это у нас пассажирский лифт. А, один. У нас получается, смотрите, в этом именно подъезде раз, два, три пассажирских лифта. Ну, обратите внимание, как здесь узенько. Сюда коляской заедешь, но, скорее всего, возможно, не со всеми. Это у нас грузы пассажирские. Кнопка есть вызова. Открываются двери. Ну, вот здесь стандартная картина. Если лифт стоит вот так, если бы он стоил вот так, то было бы намного удобнее, практичнее сюда загружать крупногабаритные предметы. 18-й этаж в панельном доме. Едем на самый верх. Уже шкрябает дверь. Лифты мои любимые. Уоти с режимом регенерации энергии, потому что они экономят до 70% электроэнергии за счет своей технологии. Есть зеркало. Друзья, добрый день. Обязательно подпишитесь на канал. Такого вам больше никто не покажет. Лифт, к сожалению, значит, я не знаю, чем его подубили. Он какой-то весь зашарпанный. Такой, знаешь, как будто его что-то юлозили. Юлозили или это они там... А, это они его пытались отмыть и не получилось. Не получилось. Ну, хотя бы ничего не отломано и все держится нормально. И внизу нормальное покрытие. О, мы уже приехали на 18-й этаж. Выходим. Здесь у нас есть окно. А последним этажом, как раз говорят, выводы труб отопления. Устройство для отвода воздуха. То есть весь воздух, который есть в системе, поднимается сюда. И вот из этого клапана выходит. Есть окно. Чувствуется тепло. Открываем. Ну, вот, кстати, по стенке видно, видите, какая она. Вот это все утеплитель. Вот он, вот досюда. То есть у нас, получается, стенки больше утеплителя, чем бетона. Ну, отсюда, конечно, мы можем посмотреть на этот шикарнейший двор. Благо, что есть река рядом, есть лесная какая-то полоса. Наверное, нужно тоже прогуляться, показать. Вот, кстати, река видна отсюда. Сверху виден прекрасно двор. Ну, мне можно просто сказать, знаете, одним словом, это убогое творение застройщика. Вы, друзья, тоже пишите ваше мнение, потому что кому-то нравится, раз здесь покупают квартиры. Понятно, да, если там у тебя денег немного, кстати, окна рехау с обычной, стандартной, недорогой фурнитурой. Закрывается, кстати, нормально. Люди здесь покупают квартиры, потому что это самое дешевое жилье, и многие приезжают с различных регионов. Также застройщик выиграл тендер на переселенцев, и, соответственно, здесь живут те люди, которые себе смогли позволить это приобрести в ипотеку и без нее. Есть табличка 18 этаж, есть нумерация квартир, обратите внимание, где какая находится. Ну, на первый взгляд, вот здесь, например, все неплохо. Даже есть плитка, и даже есть такая нормальная отделка. На лестничный марш мы выйдем чуть позже. Здесь у нас дверь с стеклом, это очень практично, удобно, когда идешь, сразу видно, если кто-то есть, чтобы друг друга дверью не пришибить. И здесь есть у нас указатели. Но что-то здесь очень мало света, он здесь перегорел. А, нет, друзья, обманул. Здесь все есть, и, соответственно, загорается движение. Значит, клапан мы видим закрыт забралом. Видим, что, ну, что-то не докрутили, но это ладно, это все фигня. Здесь у нас должны быть рукава для пожаротушения, вернее, вот он здесь есть, лежит. Ну, понятно, да, что это не люди ломали, еще это от застройщика. Вот почему это все так происходит, не очень-то понятно. Стандартная дверь от застройщика с одним замком, вот это не очень, конечно, комфортно. Большой плюс, что современные звонки стоят внизу, это очень удобно, практично. Когда есть дети, они пришли, позвонили, они будут долбить вам дверь. Нумерация квартиры, она, знаете, такая, как будто парит над стенкой. Достаточно широкий коридор и везде грилята, то есть смотрится прикольно. И коридор разделен у нас, получается, на две части. Квартир много, но при этом какого-то дискомфорта я не ощущаю. У нас, получается, две квартиры. Три, четыре, пять, шесть. Шесть, шесть, семь квартир на этаже. А вот здесь у нас должны быть счетчики на отопление. Да, шкафы, конечно, вообще просто отвратительные. То есть, видимо, пытались здесь открыть, что-то поломали. Так, так, да. Ну-ка, что у нас тут? А, для обслуживания лючки сделали, ничего себе. Давайте пройдем туда, там посмотрим. Запомнили, да, какое количество квартир? Вон, смотрите, есть ограничитель двери на 10 застройщика. Ну, заходим, и здесь небольшое количество. Ну, такое же аналогичное получается количество квартир. Раз, два, три, четыре, пять, шесть квартир. Все, седьмой нету. Ну, двери меняют, понятно. Прикольно, да? Так, шкаф убитый, доломанный шкаф. Вот они у нас, счетчики на отопление. Ну, тут стоит самое все недорогое, что можно было поставить. Ну, видите, закреплено все по старинке, на паклю, счетчики на тепло. Ну, и здорово то, что именно уже вот в этих проектах, потому что в первых домах все отопление, значит, получается, трубы шли вертикально у окон. И нужно было их прятать за занавесками. Здесь уже разводка идет, наконец-то, под стяжкой. Давайте теперь с вами выйдем на переходной балкон. Посмотрим его внимательно. И посмотрим лестничные марши. Тут плюс тоже есть тамбур, есть ограничитель. Видите, как сделано нормально, дверь получается даже при амплитуде не доходит и не бьет вот сюда в стенку. Ох, какое солнышко-то сегодня вышло. Ох, страшно-то как. Обычная панель. Ох, как. Слушайте, нормально приварили. Ну, отсюда, конечно, открывается вид. Большое здесь пространство между домами, это большой плюс. Но я не любитель переходных балконов. Я лично считаю, что это лишняя трата средств и площади многоквартирного дома. Лестничный марш. Здесь, обращаю внимание, антивандальное стекло. Видите, с такой сеткой. Чувствуется запах сигарет, что здесь выходит курить. Здесь неплохо. А, это гипсокартон, поэтому здесь дало усадку. Там утеплитель. Положено по технологии. Квартира, которая выходит на лестничные марши, чтобы пройти норматив. Соответственно, утепляют базальтовый утеплитель, либо обычная минвата, гипсокартон, ну и, соответственно, вот такое покрытие. Поэтому здесь есть такая усадочная трещина. Это ничего страшного. Здесь, видно, уже пытались ремонтировать, клеить, но что-то не получилось. Видно, это управляющая компания наклеила, чтобы не убили. Ограждающие конструкции. Все трясется. Внешний вид сам говорит за себя. Даже говорить ничего не буду. Вот видите, как все это выглядит. Вот эту штуку я называю линолеум. То есть, ну, ее, видите, здесь... А, здесь прорезали, слушайте, ничего себе. Да. Лестничный марш, чтобы не отмывать, просто окрасили. Надо было чуть больше краски, смотрелось бы еще лучше, хотя бы за это плюс. Выход на кровлю подписан. Нет убогих ступеней, как обычно. Ну, вот видите, да, качество жилья какое. Почему треснуло, непонятно. Дверь закрыта. Едем сейчас с вами тогда вниз на лифте. И пройдемся дальше, погуляем по территории. Возможно, поговорим с людьми. Посмотрим на первую очередь, которую сдали. И дойдем до Дуа-парка, который так рекламирует застройщик. Дуа-парк. Камерные дома. Господи, какие камерные. По тысячу квартир в этих домах, ребята, в отчетном 182 или 186 квартир в доме. Ну, это реально много. И когда вокруг тебя вот это все, сказать, что это типа не этот комплекс, ну, это по мне какая-то глупость. То есть все сделано маркетологием для того, чтобы нам с вами продать как можно дороже эти квартиры. Что здесь еще заметил? Вот он, видите, датчик. Он идет по всей высоте. Многие даже комфорт и бизнес не могут этим похвастаться. При возникновении чрезвычайной ситуации, когда лифт где-то застрял, для того, чтобы связаться с кабиной, вот для этого специально вот эта коробка есть, где сотрудники МЧС подключаются с этим переговорным устройством и могут поговорить с теми людьми, которые застряли в лифте или с тем же сотрудником МЧС. Кстати, ну, видите, здесь просто по трафарету нарезали, наклеили. Нормально. Ох, ты какая горячая. Даже, знаете, вот так сжать невозможно, потому что очень горячо. Здесь, конечно, со временем застроят просто все эти бывшие колхозные поля, посносят промзоны, и здесь получится второй город. Сейчас вам кое-что покажу, что сделали водители для своего удобства. Проезжая часть, тротуар. И вот здесь тоже смотрится обычная проезжая часть. И здесь, видите, вот такого спуска нет обычно. То есть тяжело заехать. А для того, чтобы можно было заехать, положили еще оставшиеся где-то найденные куски бордюра для того, чтобы машинам было легче заехать. На уровне второго этажа везде есть вот такой отлив. Но если на вот этим светлом сером этого незаметно, то вот здесь, обратите внимание, вот здесь видны вот эти пятна. Это, соответственно, влага уже проникла в базальтовый утеплитель и проникла, соответственно, в штукатурку. И какое-то пройдет время, когда это все начнет отваливаться и цвести. Также пару моментов по остеклению. Остекление, обратите внимание, сплошное. Вот здесь даже внизу видны отверстия. Алюминий это, не знаю, или просто металл. И он идет, соответственно, до самого верха. То есть здесь есть особенность в том, что вот у вас идет пол прямо у рамы. Внизу прокладывают они обычно утеплитель, либо просто там воздух. И ваши соседи. То есть, соответственно, когда вы стоите на своей лоджии, и разговариваете, вас отчетливо слышат соседи. Ну, в принципе, даже можно не выходить. О, видите, тоже вот. По цвету угла. Видите, да? Сделали некачественно. И оттуда вот это все течет, вот это все мокнет. И, ну, это не очень хорошо. Не очень хорошо. Здесь у нас парковка. Я не знаю, это от застройщика, либо просто был участок земли, где люди начали парковать свои автомобили. Но обратите внимание, сплошные лужи. То есть мы могли бы нормально сделать отсыпку для людей, если это парковка. Если это зеленая зона, то непонятно, что острово здесь. Ну, такое ощущение, что как раз сделали под парковку. Все-все забито машинами. И вот, чтобы не быть голословным, 11 часов 10 минут. Вот этот забор. Тут он уже где-то гниет. Но вот я не понимаю, когда вот такие делают заборчики. Для чего они? От кого они? Очень мне вот это все непонятно. Ух ты! Смотрите. Вот, обратите внимание, вот они, видите, закладные. Панель на панель поставили. Вот это все обварили. Все, ваш дом. Потом сверху, вот он, утеплитель. Оштукатурили, окрасили, и все. Дом готов. Я не против панельных домов, но считаю, что они должны быть современными и качественными. Есть аптека, это хорошо. О, вы только обратите, как вот там вдалеке бушует просто буря песчаная. Огромное количество песка, которым засыпали за зимний период. И то, что еще на милиссостройке летит до сих пор с нее. Нивелир. А вот на этом участке в дальнейшем будут коммерческие помещения. Каждый день люди ходят по этой дороге к остановке, которая вот там впереди, и от остановки к своим домам. Вот это первые дома, которые сданы. Вот это тоже все, друзья, весь участок будет застроен. И обратите внимание на линии высотных электропередач. ЛЭП. Ну, вот как-то жить прямо у ЛЭП мне бы, например, не очень хотелось, потому что я понимаю, от него идет электромагнитное излучение. И каким-то образом это отражается на нашем с вами здоровье. Вот здесь тоже зеленой зоны вообще просто никакой нет. Хотя бы к ДЛЭП могли бы что-то сделать. Посадить, не знаю, деревья, если можно, кустики какие-то, невысокие деревья. Но тут нет. Все в песке. Вон, видите, прямо по газонам ездили. Здесь все тоже, блин, ну, конечно, к сожалению, все это смотрится не так. Привлекательно, как смотрят, выглядят маркетинговые картинки, рендеры застройщика. Из особенностей вот здесь появился раз, есть пешеходный переход, вот и вот там чуть дальше второй. Он, соответственно, нерегулируемый. И когда идут люди, из-за этого собирается пробка, где люди выезжают, вот там скада, вот он там выезд, и которые едут дальше в город, либо там из города, кому как удобно. Ну, в общем, и там, и там везде стоят машины. Потому что, когда большой поток людей, то очень тяжело проехать. Ну, вот обратите, я перешел дорогу, и какое здесь уже количество машин. То есть они вот все докады, все в машинах. И это у нас 11 часов 17 минут всего. Что я здесь вижу, друзья? Вот здесь между домами должен быть детский сад и школа. И там на протяжении уже нескольких лет вместо детского сада и школа там находится вот, типа, вот такого же озерца, где живут утки и лягушки. Сейчас оградили, вижу все забором строительным. И, наконец-то, что-то построить через пару лет. Здесь тоже одна из стоянок парковок для автомобиля. То есть застройщик положил плиты. Здесь, возможно, когда-то стояла техника строительная. Вот как раз есть проход. Сейчас мы с вами как раз здесь пройдем, посмотрим, что происходит на стройплощадке, строят ли детский сад и школу. Но зато собаками можно гулять. Здесь просто раздолье, бегать, прыгать. Главное, чтобы собака себе ни на что не наткнулась, потому что здесь забито все строительным мусором. Вот здесь отеда стоял ларек застройщика. Они убрали, вот был вход к нему, как раз проход. Я помню, подходил, когда снимал про цветной город, просил показать их демоквартиру. Мне отказали. Могли бы для своего офиса сделать что-то покультурнее, видите, который переехал. Вот эти дома сдали одними друзья из первых. Но обратите внимание, что вход сюда, конечно, такой. по ступеням, что когда у вас нет детей, то это, в принципе, ничего страшного нет. Взял и поднялся. Когда у вас есть ребенок и коляска, то, конечно, сюда подниматься достаточно тяжело. Ну и обратите внимание, ну тут нет какого-то соленого моря или еще что-то. Просто все уже сгнивает. Просто вот сыпется все в ржавчине. Ну вот это понятно, уже тут управляйка сделала, двери. Обратите внимание, прошло буквально там два-три года, и все, что с ними стало. Высолы. Такое ощущение, что дома уже сто лет в обед. Вот здесь, знаете, ощущение, что просто все снегом, что ли, было завалено, там вода стояла. Ну это, конечно, кошмар. Даже здесь он, металл весь вот он, в ржавчине. Вид, конечно, внешний очень печальный. Очень. Друзья, моя рекомендация, когда вы смотрите новостройку, не поленитесь и посмотрите другие объекты. Тогда вы поймете, что с вашим же домом может быть через пару лет эксплуатации. Вот, например, как с этим. Покупаешь новое, а через год-два вот у вас уже такое старое. Это, скажем так, эко-газон. То есть здесь плиты, бетоны, в них есть отверстие не сказать, как правильно выразиться. В общем, здесь все засыпано землей, должна прорастать трава. Но, соответственно, пока не засыпано землей, не прорастает трава, когда ты идешь, то не очень удобно, потому что нога попадает туда. И поэтому здесь, в принципе, мало кто ходит. Ходят все вот в основном по асфальту. То есть решение такое, знаете, не очень. Здесь мы видим тоже деревья. По ощущениям, деревья уже сажала управляющая компания. Вот она, видите, все покосилось. То есть все сделано. Такое ощущение, прямо в эту горку посадили. Здесь они еще более ровные. Вот это покосилось. Оно, видно, уже, скорее всего, и не выживет. И это то же самое. Что-то какой-то внешний вид у них, знаете, такой, что умерли. То есть мертвые деревья посадили прямо здесь. Да. Ну и вот обратите внимание, вот она торфяная дорога. Вот впереди мы видим юлморт, который обанкротили. И непонятно, что с этим дальше будет. И вот это все застроено вот этими панельными домами с бесшовной технологией. А качество от застройщика, обратите внимание, что я не знаю, тут они ломами ее выдолбили, либо она сама отвалилась. Вот здесь, видно, видите, тоже уже делали гидроизоляцию, но ничего это не помогло. Все это, друзья, отвалится. Вот это все мокрое. То есть это все убито, это надо разбирать и все заново переделать. И здесь аналогичная ситуация. Ну, это просто какой-то кошмар. Ну, про ржавчину я уже молчу. То, знаете, такое ощущение, что дом прямо у моря находится и дует соленый воздух. И вот это все просто ржавчина уничтожает. Сколько еще? Два, три, пять лет, когда это все сгниет и рухнет. Входная группа. Здесь все вроде так, знаете, Коридор. Идешь по таким катакомбам, чувствуется запах сигарет. Первый этаж. Здесь все неплохо. Все в плитке, красиво, 25 этажей. Лифт и отис. Есть табло сверху. Вот, видите, даже лифт правильно, грузопассажирский сделали. Все как надо. Ну, давайте поднимемся на 25 этаж и посмотрим, что у нас там. Выходим, 25 этаж. Все то же самое. Вот, обратите внимание, первое. трещины. Это лифтовая шахта. И они идут до самого верха. И, вернее, идут до самого низа еще. Здесь все тоже самое аналогично. Посмотрите. Вот они плиты, здесь пошла трещина. Что в этом хорошего? Ничего. То есть, как так строили, что все вот так произошло. Вот здесь аналогичная ситуация. Вот она. Первый этаж не видно, потому что там все в плитке. Если бы сделали бы здесь, бы также исправили бы. Вот, видите, здесь тоже накладку ставили, но им это не помогло. Вот это все трещит. Вы понимаете, трещит-то из-за чего? Не из-за того, что там, не знаю, дом усадку дает. Это уже панель завода, там почти ноль усадки. А из-за того, что так качественно сделали. И что там внутри, и что дальше будет с домом, честно говоря, непонятно. Нумерация квартир, где находится какая? Какая? Тут смотреть особо больше нечего. Цвет, кстати, сделали типа гипсокартона. Такое ощущение, что просто гипсокартон неокрашенный. Ну, отсюда, конечно, сверху, с переходного балкона, открытого типа. Вот, друзья, она видна, вся-вся вот эта новостройка. Вот эти все поля, это все-все застроит. Дорога, вот, видите, обратите внимание, сейчас вот увеличим камеру, вот сколько видишь, везде машины. Время 11.27. Где открывается универсал Верный, это самые-самые недорогие районы. Что и можно сказать о цветном городе. Говорить о том, что это комфорт класса, у меня не поворачивается язык. Это обычный эконом-эконом. Вот здесь обратите внимание тоже. Здесь забор, здесь забор. Вот что вы здесь огораживали? Зачем вот это? То есть я вообще не понимаю, почему вот они делают вот здесь, чтобы люди ходили? Почему нельзя ходить по газону? Почему нужно сделать вот этот дурацкий забор? Мне, честно, непонятно. У каждого здесь дома есть своя небольшая площадка. И вот здесь, где озеро, мы сейчас видим строительная техника. Вон бетоновоз стоит. И, соответственно... О, там немножко озеро осталось. Идемте посмотрим. Такое ощущение, что здесь настоящее озеро. Но нет. Здесь должна быть школа. Обратите внимание, вот они утки. Утка, вернее, одна. Там чайки кормятся. Ну, конечно, для животных здесь классно. Ну, и, может быть, для людей здесь можно пожарить шашлык, накидать кучу мусора. Плывите, плывите, мои хорошие. У каждого строящегося объекта должен быть паспорт объекта в соответствии с нашим законодательством. Ну, я здесь уже вижу герб Санкт-Петербурга, поэтому про этот Санкт-Петербург я понимаю, что это соцобъект. Давайте вместе почитаем, что здесь будет. Здесь будет дошкольное образование на 160 мест, 18-й этап строительства. То есть вы здесь понимаете, что здесь застройщик будет строить за деньги налогоплательщиков детский сад на 160 мест. Начало строительства ноябрь 21-го, окончание июнь 23-го. А вот и первая ласточка. Внимательно смотрите на фасад. Видите? Уже валится краска с верхним слоем штукатурки. Вот оно пошло, 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 пошло. На темном это прекрасно видно. Это говорит о качестве фасадных работ, выполненных застройщиком. Ну, или вот тоже красавчик поставил вот так свою машину. Видите, ему уже бок подрезали. Потому что здесь парковаться просто негде. Просто нет мест, поэтому люди вынуждены ставить свои автомобили на тротуарах. Но мне, знаете, непонятно другое. Если у тебя деньги есть на такой автомобиль, почему ты себе не купишь нормальное, современное жилье? Ну, вот здесь двери, я смотрю, тоже все снизу сгнивают. То есть это какая-то болезнь этого комплекса. Не знаю, почему-то ржавчина съедает дверь. Она, наверное, хочет помочь уничтожить этот суперкомфорт-класс для того, чтобы здесь построили современное жилье. Ну, вот здесь смотрим тоже. Здесь хотя бы есть кусты, но так же все огородили. От кого вы огородили? Сюда просто так никто не полезет. На эти кусты ломать не будут, сидеть на них не будут. Дурацкая тема. Видите, выгул собак запрещен. Где гулять собак, и вообще непонятно. Хоть бы где-то была одна табличка, втрясил бы по пути, что есть там вот там специальное место для выгла собак. Но тоже, видите, качество. То же самое будет с остальными домами. Вот это хороший показатель того, как все это происходит. Вот, видите, все уже. Не знаю, как это назвать правильно. Дом. И вот здесь только обратите внимание. Вот она лэпка. Вот она как близко находится к дому. И вот они пошли дальше. Вот еще лучи. Вот там дальше лучи. Первые этажи уже коммерция, мини-маркеты, продуктовые магазины, детские магазины, Озон, аптека. Это, конечно, большой плюс. То, что ты вышел, и у тебя, в принципе, все есть доступное для жизни. Но есть, соответственно, и минус. Как сюда заезжать, как выбираться, и как здесь вообще нормально, плодотворно жить. Ведь мы, наши дети, смотрят на это все. И для наших, к примеру, детей это уже станет нормально. То есть это норма. Убогие заборы, отсутствие деревьев. И потом кто-то пойдет строителям и будет строить такие же убогие дома. Свежий дом. Все в ржавчине. Отбитая плитка. Все поотваливалось. А отбитая она, обратите внимание, здесь просто вот они, бетон, видите как? То есть там не было клеевого раствора, поэтому она вся обломалась. Дверь практически сгнила. Подъезд номер один. Знаете, такое ощущение, что он уже в аварию попал, весь какой-то замученный. Почему не делать большие таблички, чтобы это было видно? Почему не делать качественно, мне, честно говоря, непонятно. О, здесь есть цветы. И я понимаю, что это сажают люди, чтобы здесь хоть стало чуть-чуть красивее. Парковка. Здесь просто щебня накидали. Под парковку, я понимаю, что в самом начале, что я снимал, было аналогично, но из-за веса машин все уже ушло туда, в землю. Провалилось, так сказать. Вот он, один из выездов. Там, к реке, там красиво можно пройти, шашлык пожарить. Снимал как раз я, когда первый обзор вот в этих домах был. Вот он как раз прямо стоит, высоченный, за магазином верный. А вот он и дуо-парк строится. Обратите внимание. Здесь застройщик обещает огороженную территорию, то есть здесь, в этих 14-этажных домах, если я не ошибаюсь, будет огорожена территорией, типа жители отгородятся всех остальных, ну, вообще не знаем. Странная маркетинговая, конечно, позиция, но вот видите, тоже там какие-то знаки были, все повалено, куча мусора, трава, которая здесь сто лет росла на этих полях. В машинах, в грязи, вот в таких искусственных водоемах и сплошная стройка вдоль линии электропередач. Вот по этому тротуару люди каждый день ходят в свои дома. Вы обратите внимание, что будут видеть ваши дети. Грязь, разруха и нищета. А здесь просто закончился асфальт. Ну, вот сейчас хорошо, что потеплело, а до этого, когда все текло, вы только представляете, какое здесь было грязище, и люди, скорее всего, по старинке ходили по проезжей части, потому что здесь хотя бы есть асфальт. И, ну, видите, тоже все обходит, все перерыто. Вот как ходить людям? Почему нет нормальной доступной среды для того, чтобы уже было нормально дойти до своей квартиры в этом комфорт-классе? О, машина, друзья, застала. Просто здесь застрял человек. Офигеть! Просто объезжал, здесь, видно, ездит он не один. Обратите внимание, дорога, подъезд к дому. Здесь работает техника, ничего не оградили, нет никаких знаков о том, что здесь идут дорожные работы или еще что-то. То есть вот прямо вот так работает манипулятор, то есть все нормально. И чтобы объехать, приходится ехать вот здесь. Человек здесь просто взял и застрял. Вот на ровном месте просто, как говорится, прилип. То ли зимой убрали вместе снегом, то ли еще что-то случилось. О, здесь есть деревья, небольшие деревья здесь посадили. Ну, трава, смотрите сами, она такая, с полей оставшиеся. Это видно, что тоже не так давно посадили, окучили. Трубы теплостанции, прекрасный вид. Вот она первая очередь впереди видна. Вот они, современные дворы цветного города. Какая-то пихта, елочка, высотки, все за 20 этажей. Как говорится, светов божьего не видно. Вот заходим, вход в уровень землей. Здесь у нас должно быть резиновое покрытие либо коврик. Его почему-то нет. Из плюсов здесь больше стекления. Из минусов также видим парадный один. Почему вот крупно не написать, чтобы это было издалека видно. Но обратите внимание, что доводчик, ограничитель, вернее, двери уже ушел. То есть его поставили в достаточно низком расстоянии, поэтому вот этот элемент он уже согнулся за счет двери. Здесь у нас колясочная. Не знаю, почему здесь сэкономили. Могли бы поставить тоже алюминиевые профили, которого нет в других домах. Вот в первую очередь смотрелось бы это все намного лучше. Есть тамбур. Тамбур это хорошее решение. Он препятствует поступлению холодного воздуха и горячего. То есть для того, чтобы меньше тратить ресурсов для нагрева. Тут второй тамбур. Здесь у нас, соответственно, ящики почтовые. Ну, обычные ящики, то есть ничего такого нет. Здесь уже, видите, дешевле. Здесь просто по трафарету еле как-то нанесли. Такое ощущение, что вручную наносили. Первый этаж стандартно. По ступеням идите наверх. И здесь огромное количество почтовых ящиков. А для спама есть раз коробка и два коробка. Заходим. Здесь у нас лифтовой холл. Здесь уже вид попрекрасней. Первый этаж. Нумерация квартир на первом этаже. Чтобы подняться, надо вот туда идти. 25 этажей, друзья. Плитка. Смотрится все вот здесь уже неплохо. Раз пассажирский, два пассажирский. И грузопассажирский лиф. Ну, поехали на самый верх. И первый этаж это там, где мы заходили. То есть, получается, первый здесь этаж он такой полуторный. И туда не едет лифт. Вот надо было здесь сделать, что вот это нулевой, например, этаж. А на первый этаж поднимается лифт. И тогда бы жителям было бы здесь намного комфортнее. Родители, у кого есть дети и есть коляски, поддержите меня. Напишите свой комментарий и поставьте лайк. 25 этаж. Выходим. Здесь уже приоткрыто окно. Ох, высотень-то какая. Ну, по мне, не очень безопасно, что открывается окно. Здесь как-то должны ограничивать, потому что могут залезть дети. О, есть шумоизоляция. С 25 этажа прекрасно виден двор. Вот здесь, возможно, тоже должен быть что-то детский сад или школа или еще что-то. Но, видите, в дальнейшем здесь будет озеро. Виден кат со всех сторон. 25 этаж, нумерация квартир. Вот, видите, дверь оставили открытой, потому что видно неудобно. Здесь из плюсов сразу видно, где какая квартира находится. Это хорошо. Аналогичные таблички для квартир, такие ощущения, что они парят над землей. Грильята, но достаточно низкий потолок. Такое ощущение, что здесь, знаете, 2-2-10. Кто-то что-то пил. Сок какой-то. Клубничный, похоже. Тут все в паутине. И где же, интересно, у нас рукава. Похоже, здесь у застройщика еще или управляйки не было проверки от МЧС. Двери аналогичные с одним всего лишь замком. Конечно, когда было бы 2, было бы лучше. Но, видите, по старой русской привычке мусора выбрасываем прямо вот сюда. Ну, или временно ставим для того, чтобы его вынести чуть позже. Интернет, вот, Ростелеком. Ну, все. Как бы сказать, что здесь, знаете, единственное, что давит, это высота потолка. Выход у нас на лестничный... О, Иван, да. На переходной балкон. О, здесь курят чувствуется. Думаю. Открытые переходные балконы. Ну, супер, да, Витя? Вот у нас арматура торчит. Так, в принципе, не должно быть. Слушайте, страшно, конечно, очень высоко. Страшно, а очень высоко. Я считаю, конечно, не должны быть такие дома высоченные. Аж голова начинает кружиться. Ну, понятно, да. Здесь, на лестнице, бухали. Значит, здесь застройщик не запаривается, просто окрашивает. Возможно, это даже и к лучшему, потому что отмывать тяжелее. Минулиум еще пока держится. Ну, в скором времени он тоже, друзья, к сожалению, отойдет. Грузопассажирский лифт здесь очень классный из-за того, что здесь, знаете, как вагончики строительном, и вдобавок все просто расписано. Пока едешь с 25-го на первый этаж, можно занять себя и просто почитать. Доставка цветов, надежные замки, штукатурка, квалифицированный электрик. Ого, как его колбасит лифтового. Не должно быть так, друзья, не должно. Обратите внимание, что вся проезжая часть вся в песке. Вы здесь, знаете, вот тоже непонятно, когда ты вышел, такое ощущение, что это проезжая часть. Вот здесь машины стоят. Вот там заезда нет. ну, как-то очень странно. То есть, должны здесь быть машины. Не должны быть. Вот здесь, видите, все сломали. Травы здесь вообще просто не было. Пихточки посадили. Все, больше нет ничего. Спортивная площадка, тут для деток хоть лазалки какие-то сделали. вот, нет слов. В общем, да, вот эта вся дворовая территория, сюда заезжать нельзя. Но в связи с тем, что просто нет места, люди просто вынуждены сюда заезжать. Ну, вот второй магазин верный. Арка к новым технологиям культуры строительства. Типа, баскетбольное поле. Тут для помладше деток горочки. Ну, вот видите, тоже все газоны, их просто от них не осталось, все в машинах. Машины парковать негде. Здесь, смотрите, вообще нет асфальта. Тут просто вот земля. Застройщик даже здесь уже экономит. То есть, господи, нет слов. Я с такой, слушайте, первый раз вижу, чтобы вместо асфальта здесь даже плитки нет. Просто здесь вот земля и гравий внизу. покосившиеся деревья, они, знаете, аж туда покосились, типа, они хотят уйти отсюда. То есть, они, просто зовутся, пересадите нас отсюда. Мы не хотим здесь расти. Ну, давайте вот голову поднимем наверх. Смотрите, как вам? Вот впереди тоже строят. Вы только представляете, какое количество людей здесь будет жить, когда они вот это только достроят. А строят, не прекратят и будут строить дальше, дальше и дальше. И покуда мы покупаем с вами, приобретаем вот такое жилье, они будут нам его продавать и строить. А вот и пирог. 16 сантиметров, 10 и 15. Лестничный марш, здесь видно, как плиты ровно стоят. Или это специально так сделано, домиком. Здесь, видите, чуть ровнее. Плита, плита, закладная, зачекарена цементом. Вот она. Ограждающая конструкция, второй этаж, переходной балкон. Блин, забыл, как эти плиты называются. Это как раз в квартире, между комнатами, и не только. Так, вот у нас лифтовой холл, вот у нас здесь будет раз, квартира, да, по загребневой плиты, вот вспомнил название. Достаточно тяжелый материал, но если плохо уложить, то будет звонкий. Кстати, здесь стоят у застройщика, я смотрю, хорошие радиаторы, керми, с окнами, видите, тоже. По ГОСТу положено расстояние, не превышающее двух с половиной сантиметров. Здесь уже три. И здесь больше, чем нужно. То есть, окна могли бы сделать чуть больше. Ну, при этом странно, потому что проемы-то с завода, они все должны быть одинаковые. Вот видите, вот как происходит, то есть, вот он бетон, здесь просто шпаклянули, потом поклеят обои, и все на этом. Еще одна комната. конечно, плюс то, что хоть наконец-то начали делать подводку снизу, а не сверху. Бетон, собственно, бетон у них хороший, плиты молодцы. Хоть на этом не экономят. Кстати, у ЛСР достаточно высокого качества стройматериалы. То, что когда видите, вот продаются на различных базах, где ЛСР кирпич, там, блоки, там все на высоком уровне. Ну, плитка Крэпс, так, вот здесь с торца должна быть побольше комната. Ну, да, вот так как-то. У! Пока есть теха. Ну, тут ванна достаточно большая, коробы закрывают. Вот что у нас. Это кухня. Вот видите, вентиляция, я так понимаю, потом будут убивать. Странно, конечно. Кухня же это, или вот эта кухня? А нет, друзья, в рог, вот кухня. Смотрите, как интересно. Вот она, вентиляция. вот здесь еще вентиляция. Выводы труб, канализационные выводы. Небольшая кухонька с окошком. Окна vintage. Пойдем посмотрим дуо парк. Вот стою на переходном балконе второго этажа, и обратите внимание, что в какой близости проходят линии электропередач. Обратите внимание, что здесь у людей всю жизнь были дачи, у кого-то даже достаточно приличные домики, а теперь напротив них, где раньше были колхозные поля, вот такие многоэтажки. А вот возводят застройщик дуо парк свой. Первый этаж выливает из бетона, а дальше идут уже, соответственно, плиты. Ну, здесь, например, хорошо видно, что застройщика что-то пошло не так. Достаточно все кривенько, переделывают. И вот я как раз всегда, когда говорю, что я за монолитно-панельное домостроение, как раз говорю вот об этом. То есть качество завода у нас строители почему-то сделать не могут. Даже вот здесь первый этаж, по идее, должна быть новая опалубка, должна быть все ровно и красиво, а здесь, к сожалению, все не так, как хотелось бы, чтобы это было. Мы с вами уже видели чистовую отделку от застройщика. Вот эту белую предчистовую, скажем, отделку, то, что вот сейчас вы увидели на своих экранах. И мне всегда было интересно посмотреть до того, как они начинают делать отделку, как все это у них держится, как все это у них закреплено. Сейчас постараемся пройти вот сюда и с вами все посмотреть. Вот хорошо видны лестничные марши. Вот так они уже приезжают с завода, просто их монтируют на место и обваривают. А вот здесь хорошо, кстати, видно, что после того, как застройщик поставил коробку, он еще приваривает фасадные панели. Вот они, видите? Возможно, даже там есть утеплитель для того, чтобы было теплее. Ну, понятно, конструктивной какой-то поддержки нет, потому что она вот здесь просто, видите, висит в воздухе и все, соответственно, держится на сварке. Вот так выглядит коридор. Есть технологические отверстия, стыки плит зачеканивают. Это бетон, бетоном, мелкофракционным. Вот плита, вот плита. Обварили и зачеканили. Или это цемент такой специальный, для зачеканивания. Здесь на полу аналогично, причем-то все ровно уложили плиты. Ну, вот, обратите внимание, вот она, видите? Стеновая панель, вообще, 12 сантиметров. Да уж. Вот такие гробики. здесь аналогично. Тут мы тоже видим закладные. Технологические отверстия здесь, по идее, под трубы. Но должно уже быть... Кстати, смотрите, кладу ладонь свою. Вот ваша стена. Несущая стена. Вот такие коробочки настроили. Все. Вот они видны, кстати, закладные. Видите? Их обварили, между собой приварили, специальной краской окрасили, и потом зачеканят, и все. А может быть, кстати, не зачеканят, там потом клеится утеплитель, там и не увидите. Так. Хочу посмотреть, где тут можно подняться чуть выше. На пару этажей. Вот здесь видно, что между плитами проложен вилотерм. Это жгут. Он такой плотный. Потом это все зачеканят, для того, чтобы не было промерзаний и не продувало в дальнейшем. Здесь у нас от лестничного марша есть небольшое расстояние. Оно как раз здесь для того, что вот эту стену приклеит утеплитель и зашит гипсокартоном. Вот они, видите, панели. Тут у нас, соответственно, переход будет. Выводы, вернее, электрические. Так называемые коробки. Вот здесь, видите, обварили, зачеканили цементным раствором. Сейчас еще на один этаж выше поднимемся. На самый верхний хочу идти. Ну, здесь все то же самое. Ну, единственное, с высоты, друзья, здесь можно посмотреть, вот, видите, частный сектор. у людей были домики. Домики остались, но рядом вот такие дома. Это, конечно, жесть. Жесть для людей. Лифты. Видите, здесь одна панель, вторая панель. И когда вот я вам показывал, где трещит, то здесь может трещать только там, где и стыки, то есть вот здесь. То есть вы так обварили плохо, у вас плиты расходятся, что у них там происходит такое? Очень-очень странно. Сейчас мы с вами видим большое количество панелей для того, чтобы построить этот дом. В панелях есть закладные, выходы, переходы. Вот они, видите, сверху, такие с шапочками. Маркировка внутренняя. Перегородки от производителя Волма. Плита гипсовая, позагребневая, пустотелая, влагостойкая, 80 миллиметров. Частично стены делают из нее, монтируют в межквартирных коридорах, в ванных комнатах, соответственно, и какие-то перегородки. Вот это вентиляционные блоки. Ставят друг на друга, обваривают, а потом, видите, такие утопления, квадратики, их потом, соответственно, выбивают тот квадрат, который нужен. Так, это что у нас? полипран, цементно-песчаная смесь марки М200. Смотрите, друзья, уточки. А вот там царство чаек. Не плачь, не плачь, бедника, мы тебя перебинтуем малярным скотчем. Пишите в комментариях, понравился ли вам комплекс, дворовая территория, детские сады и транспортная доступность. Друзья, рад был вас их видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк, подпишитесь на канал и поделитесь ссылкой на это видео. А я с вами, как обычно, не прощаюсь, а говорю, до скорой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok